Когда человек храпит, то это один из признаков того, что с печенью у него не все в порядке. А прыщик просто так никогда не выскакивает. Он появляется только тогда, когда патология. И что же, попадает в нейрохирургию с отеком мозга. А почему? Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня мы с вами должны поговорить о печени. И нужно сказать, что печень – это орган, который является самой большой железой в нашем теле. И представьте, что около 30 миллионов населений Европы страдает патологиями печени. Россию мы не берем, потому что статистики нет. Но вот 30 миллионов – это достаточно прилично. 50 только разновидностей заболеваний печени. И если взять, рассматривать самые яркие, то это жировые гепатозы, циррозы, это гепатиты, в конце концов, паразитозы печеночные. Вот с чем приходится нам сталкиваться. И существуют как-то внешние признаки. Внешние признаки, которые указывают, что с нашей печенкой что-то происходит. А почему мы говорим о печени? Да потому что проблемы печени возникают бессимптомно. Ничего не болит. Ведь многие приходят с циррозом печени и обращаются к нам по поводу того, что болит правый плечевой сустав. И вот человек ходит по разным учреждениям, лечится, тратит свои финансы, время. А результата вроде как боль не уходит. А боль не уходит всего-навсего только из-за того, что присутствует увеличение печеночки. Печень растягивает капсулу печени. И это растяжение отражается обязательно болью в правом плечевом суставе. Ну а этому, наверное, предшествовали разные состояния. А в данном случае человек мог храпеть. Вот когда человек храпит, то это один из признаков того, что с печенью у него не все в порядке. То есть отекает корень языка. Ну и если взять ту же ротовую полость, то здесь еще одна возникает проблема. При длительной патологии со стороны печени возникают проблемы и челюстного сустава. То есть и печень является, или мышцы челюстного сустава являются представительствами нашей печенки. И при патологии печени, естественно, возникает непроизвольный мышечный тонус. И вот этот мышечный тонус, он способствует тому, что человек, когда говорит, он не открывает рта. Он говорит с закрытым ртом. И поэтому, конечно, обращайте внимание, как разговаривают с вами ваши дети. Потому что у детей часто проблемы печени тоже внешне плохо проявляются. Единственное, как, но ребенок более импульсивен, ребенок более подвижен, ребенок иногда хватается за правый бок. А вы когда начинаете рассматривать ребеночка, который лежит перед вами, заснул, и смотришь, а у него с правой стороны реберная дуга больше выступает. И оказывается, проблемная печень еще управляет таким процессом, как деформация реберных дуг. И вот ребрышки, когда у детеночка, так вот, как у ангелочка выступающие, то это выступающие ребрышки, они указывают на то, что присутствует у ребенка, присутствует проблема печени. Ну, а если с левой стороны, то и селезенки. И тогда ребенок плаксивый, ребенок становится, скажем, энцефалопатичным. То есть топает ногами, топает руками, или машет руками. Ну вот, он становится более хуже управляемым. Естественно, при патологии печени снижается запоминание, память страдает. При патологии печени скорость мышления снижается. Ну и патология печени сопровождается сухостью кожи. Иногда пациент приходит, открывает руку, конечно, потрескавшиеся пальцы. Иногда открывает, действительно, руки, они начинают лимфа течь. То есть он вынужден ходить либо в перчатках, либо постоянно смазывать какими-то кремами. А вообще-то, сколько бы мы ни мазали, сухость кожи, а иногда и чувствительность кожи, она имеет отношение к печени. Ну и, естественно, кожа сыпется, пачкается одежда. То есть, если черную рубашку одеть, то смотришь, черная рубашка вся побелела. А почему? Кожа, кожа. То есть в данном случае здесь желчь, а желчь у нас вырабатывается печенью. Полтора литра в сутки она ее вырабатывает. Так вот, представьте, еще, кроме того, что количество желчи, которое она вырабатывает, она еще должна поддерживать определенную концентрацию этой желчи. И если желчь снижается ее концентрацией, то жиры, которые мы с вами потребляем, они плохо усваиваются или совсем не усваиваются. И вот тогда начинается проблема как раз вот с кожей. Это дефицит жирорастворимых витаминов. И, конечно, мы можем по внешнему виду определить, что у нас развивается эта патология. Если мы с вами будем рассматривать лицо, то на лице в области третьего глаза появляется покраснение, раздражение кожи, а часто карбункул, фурункул. Но это уже при более сложных заболеваниях. Конечно, просто так ни один прыщ на лице не выскочит. И вот здесь-то, конечно, мы наблюдаем такую картину, когда карбункул и фурункул – это в основном близко к церрозивным изменениям печени. Ну вот. Конечно, можно нарушение функции печени или оттока желчи еще контролировать с помощью температуры пупа. В норме температура должна быть в пределах 33 градусов. То есть 33 градуса – это норма. Если отклонение в сторону, скажем так, вниз, скажем так, 27-28 градусов или 30 градусов температура, то это, скажем, дегенеративные изменения, которые происходят с печенкой. А когда у нас с вами температура поднимается, это давление в протоках возрастает. И вот это давление в протоках, оно всегда сопровождается поднятием температуры. А иногда и воспалительный процесс. Когда идет воспалительный процесс в печени, то тоже поднимается температура. Ну и, естественно, когда вы принимаете какие-то лекарства, то вы можете ориентироваться на что? Опять же, пирометром. Пирометр, казалось бы, градусник, который используют в строительстве. Там меряют батареи, температуру или кабель. А тут этим пирометром можно померить и температуру пупа. Это тоже своеобразный индикатор. Ну и, естественно, если правильно проводятся манипуляции, то температура приходит в норму 33 градуса. Ну и даже можно провести для любителей исследований такую процедуру. Вот, предположим, взяли за основу нормальную температуру 33 градуса. Покушали. А через какой-то промежуток времени, ну минут через 20-30 померили. И вы видите, как меняется интересная температура. Да, температура пупа сначала, она меняется. Она бывает так, что меняется как вверх, так и вниз. И сколько же времени нужно, чтобы организм его вернул, этот температурный режим, в исходную позицию. Ну и вот поэтому можно оценивать состояние. И когда температура падает в печени, мы становимся с вами, скажем так, более злыми, как ни странно. Агрессивными. И при пониженной температуре пупа, когда мы с вами ложимся спать, мы долго не можем уснуть. И еще Залманов в свое время, это начало прошлого века, он писал, для того, чтобы лучше уснуть, нужно положить грелочку на правый бок. Разогреть печень. И как ни странно, иногда психические состояния человека, психиатрия, она тоже определяется печенью. Ну и из своих собственных наблюдений, когда температура падает на 27 градусов, 27-28 градусов, то человек начинает все крушить, рушить, разрушать. То есть это вот свойство его такое. Ну и появляется бессонница. При патологии печени человек не может долго уснуть и не может проснуться. Такая вот особенность. Либо часто просыпается. И обратите внимание, что патология печени, активность печени, она сопровождается вот временным фактором. От часа до трех. Вот в этом промежутке самая большая активность печени. Ну и поэтому мы иногда пользуемся этим. Потому что если дать нужные лекарства вот в это время, то эффект воздействия на печень становится более высоким. И конечно здесь желательно бы, чтобы вот в этом промежутке с часу до трех человек отдыхал. Потому что идет восстановление организма. Ну и внешние признаки, это может быть еще и ногтевые пластинки. Когда мы рассматриваем при патологии печени ногти, то они имеют блеклый такой вид. Естественно, когда человек дополнительно начинает искрежетать зубами. Ну это как признак паразитоза. Но скрежет зубами может сопровождаться и при патологии, когда непосредственно в луковице 12 перстней кишки проживают, появились паразиты. Это могут быть лямблии, это могут быть аписторхи. Ну и другие паразиты, сосальщики. И они начинают перекрывать желчноводящие пути. Отток желчи нарушается. И вот тогда создаются условия для развития и жирового гепатоза. И кстати, жировики на теле, это тоже один из признаков того, что патология печени. А когда мы на теле видим красные родинки, это тоже в народной медицине их называли слезы печени. То есть, когда появляются такие красные родинки, то человек говорит, это говорит о том, что человек страдает печеночным расстройством. Ну, если взять офтальмологию, то очень много заболеваний глаз связано с печенкой. Я уже упоминал, что если проблема печени, то сама оболочка глаза, вот мы глазное яблоко потрогаем с левой, с правой стороны, то со стороны глаз часто болезненность вот этой оболочки, она сопровождается застойными явлениями в области печени. И я как-то в своих уже лекциях упоминал, что патология, вот циррозивные изменения печени, они часто сопровождаются помутнением роговицы глаза. И сколько бы мы ее не протирали, сколько бы мы не промывали, мы не добьемся результата, пока вот те патологии в печенке, которые развелись, не исчезли. Как только убираются, конечно, здесь лечение, и каждый доктор должен знать вот эту тему, что улучшив там, улучшается и зрение. Я уже упоминал, что и память улучшается, и обычно говорят, что вот у старых людей развивается деменция, деменция, и вот здесь-то вот как раз состояние печени тоже играет важную роль в развитии этой деменции. Поэтому за печенью надо ухаживать, помогать ей, а внешние признаки, вот сейчас мы как раз их и рассматриваем. И, конечно, еще одна особенность, у людей, которые страдают проблемой печени, у них обычно очень много слов, они много говорят, они, ну, красноречие такое вот. И в то же время при здоровой печени у человека, человек становится добрым, человек становится более активным, способен начинать какую-то деловую практику с самого начала. Казалось бы, рухнул бизнес, все, у одного руки опустились, ослаб, а вот при здоровой печени, оказывается, у него желание восстановить, и часто в бизнесе те, кто имеет хорошую печень, они поднимаются и добиваются хороших результатов. Конечно, наша печень тесно связана с мозгом. Так вот, когда дефицит меди, то наш мозг страдает. И если, а сейчас такое время, когда люди занимаются разными практиками очищения, и вот когда перечищают печень, когда 5-6 процедур очистки печени провели, и что же попадает в нейрохирургию с отеком мозга? А почему? Так вот, эти камни, которые выходят, и многие радуются, что вышли камни, что я очистил свою печень, на самом деле мы теряем с вами медь. Вот этот зеленый цвет этих камней, он указывает на то, что уходит зелень, уходит медь. То есть, если медь уходит, то первое, что страдает, это наш мозг. Естественно, если меди не хватает в организме, страдают соединительные ткани. И можно дочиститься до того, что вдруг вылазят грыжи. Пупочные, паховые, пахово-мошоночные, пахово-бедренные, грыжи белой линии живота. То есть, возникает несостоятельность соединительной ткани. Это вот тоже принадлежность печени. Теперь, можно, конечно, отнести еще такое явление, как расстройство стула. В одном случае можно при патологии печени иметь проблему такого, как диарея, а в другом случае мощные запоры, недельные, когда человек по неделе в них может сходить в туалет. Конечно, здесь множество факторов участвует в этом процессе. Но доминирующая роль все-таки печени. И если печень постоянно стекает из нее желчь, вот взять такой вариант, когда сфинктер оди, а это оди, это мышца, которая отвечает за выпуск желчи в 12-перстную кишку, и эта желчь вдруг перестает нормально истекать, или постоянно истекает, вот тогда расстройство живота. А если не истекает, значит, возникает проблема запоров. И, конечно, опять же, концентрация желчи, она определяет и состояние кишечника. Если у нас в кишечнике не хватает, или в желчи, желчь низкой концентрации, то мы можем наблюдать такое явление, что живот раздутый. А почему? Да потому что наши сопрофиты-бактерии, они не живут в кислой среде. А там начинает доминировать та флора, которая не полезна, которая не вырабатывает для нас витаминные группы, не вырабатывает энзимы, коэнзимы. И у человека дует. И вот эти яды, токсины, опять же, пригружают печень. Здесь получается такой вот, как снежный ком. И в то же время, конечно, работа с печенкой – это отдельная тема, но она должна всегда сопровождаться, и опять же, с работой и с кишечником. Снятие вот этих всех спазмов, которые возникают, которые не дают оттекать желчи. Ну и, естественно, нужно, конечно, здесь процесс, я не буду говорить о лечении, мы с вами говорим только о представительных зонах. И поэтому, когда мы с вами видим признаки, а это признаки, еще раз напоминаю, это может быть боль в пальце, в большом пальце правой ноги, деформация этого пальца, ногтевая пластинка, которая поражается грибком. Это один из признаков того, что за печенью нужно на печень обратить внимание. Ну и в какой-то степени даже волос, ломкость волоса, она тоже зависит от печенки. И во время гнева часто глаза краснеют. Так вот, когда мы с вами гневаемся, наша печень перестает очищать кровь, и мы с вами начинаем захлебываться от токсинов, от собственных. Поэтому, уважаемые друзья, не надо сердиться, не надо злиться, потому что во время вот такого состояния печень перестает работать. Мы можем долго с вами говорить о том, что признаки печени существуют вот такие, вот такие, вот такие. То я вам предлагаю посмотреть вот эти признаки уже в развернутом варианте. Мы для вас приготовили материал по представительным зонам и участкам внутренних органов на теле человека. Когда взглянув на лицо, можно предположить, предположить, что здесь проблема органов малого таза, можно предположить, что здесь проблема почек, можно предположить, что здесь проблема желчного пузыря, той же печени, того же кишечника. И вот эти вот предположения, да, можно обратиться к специалисту И специалист подскажет, что нужно сделать, чтобы уйти от них Но, по крайней мере, вы увидели, а человек уже знающий, он, как будем говорить, вооружен Он уже будет искать, каким способом это убрать И убирается это не способом, когда наносится какая-то там боевая раскраска на лицо Подкрасили глазки, подмазали там-то, там-то, закрыли прыщик А прыщик просто так никогда не выскакивает Он появляется только тогда, когда патология какого-то органа Который имеет отношение к этому участку ткани на лице, на теле Или даже бывает такой момент, когда и мышцы отрываются Но они отрываются только от костных тканей Только тогда, когда есть причина Видите, если фасциальная, если эластичность фасций, которые объединяют мышечные группы, меняется То меняется и мышечное напряжение И, конечно, при патологии печени я наблюдал интересный случай Когда человек катался на лыжах На лыжах, на водных А водные там держатся за устройство И это устройство катает по озеру Или там за лодкой И вот представьте, рывок произошел И мышца оторвалась Ну вот, и в результате мышца сократилась И когда я увидел этого человека Он подошел на водных лыжах в одной руке Водные лыжи, в другой руках висит То пришлось объяснить ему Что вот если бы ты перед тем, как прийти на вот эту Скажем так На это удовольствие Покататься на лыжах Не употребил алкоголь А алкоголь дал перегрузку печени И ответная реакция Увеличение вязкости мышц И вот эта вязкость мышц Способствовала отрыву мышцы От места прикрепления Плечевому суставу И естественно, я ему показал Поддавил И вот она, край печени Болезненный, напряженный Естественно, когда надавил У него сразу глаза такие Второе положение Ведь он нигде об этом не читал И нигде не слышал Ну вот, поэтому Конечно, многие травмы Которые происходят с нами Они происходят тогда Когда мы готовы к этим травмам И нужно отметить еще Важный фактор для нас Что печень вырабатывает ферменты Которые не только улучшают пищеварение Не только активизируют ферменты Поджелудочной железы Не только борются с паразитами Не только создают среду в кишечнике Но и являются теми компонентами Которые активируют Смазующие компоненты В наших суставах И один из признаков патологии Желчного пузыря и печени Это когда человек присел У него захрустели колени Можно сказать, что это у всех хрустит Значит, у всех, кто вас окружает Проблема печеночного характера И в то же время Мы наблюдаем другое явление Продавили Особенно вот у детей Продавили Желчный пузырь Сняли с него застойное явление Одновременно продавили печеночку Ребенок присел Уже коленки не хрустят И самое интересное Он становится более спокойным Уравновешенным Он играет уже Он не бунтует Он не кидается игрушками То есть, можно сказать Что вот Вредность в человеке Она, скорее всего Наверное, связана с печенкой И если печенка в патологии Его все раздражает А ведь Желчный пузырь Он уравновешивает печень И если мы А многие из нас страдают Этими расстройствами И тогда Человеку не нравится За окном погода И вот начинает Всех обвинять Все вокруг него виноваты А он только один хороший Это вот свойство Желчного пузыря И поэтому Конечно Во время разговора Во время беседы С человеком Можно обратить на это внимание Ну и естественно В одном случае Глаза желтеют В другом случае Краснеют Это все Опять же Признаки Признаки И конечно И даже Поведение Человека И даже Манера Бега Или дети Побежали Вокруг Стадиона У одного Заболело В правом боку У другого Заболело В левом А вот Если бы Учитель физкультуры Попросил их Промять Дети Встали Размяли Вот здесь Продавили Здесь Болит? Болит Ну-ка давай Я тебе помогу Тут же Преподаватель Продавил печенку А вот Теперь Побежали И смотри Ни у кого из детей В боку уже не колет Коленки не хрустят И они бегут На этих нормальных Коленах Коленках Или голеностопах Или тазобедренных суставов Не травмируя их Потому что Как любой механизм В котором Не хватает смазки Он рассыпается И мы с вами Если имеем Патологию печени И желчного пузыря Я думаю Что Бег Вокруг заборов Или там Полужайки Или там В лес заехали Пробежаться Да конечно Но больше Пользы будет Если вы Приведете печень В нормальное состояние С желчным пузырем Вот тогда Эта пробежка Даст действительно Отдых Нормализацию Движения Ну и естественно Работу Улучшенную работу Нашего позвоночника Потому что Во время бега Когда мы с вами бежим И не надо сильно бежать Нужно бежать так Чтобы можно было Разговаривать И вот тогда Массируется печенка Купол диафрагмы Нормально работает Во время разговора Сбрасывается Застоявшаяся желчь А если еще Вы С приятным Собеседником Или собеседницей То естественно Вот этот забег Он для вас будет Приятен И полезен Не бегайте Никогда Когда вы раздражены Потому что органы В другом состоянии И вы травмируетесь То есть Идет преждевременный Износ И вообще Стрессы Они наши Не помощники Они наши Вредители И взять Такой простой Вариант Когда Просматриваешь Тех же Артистов Вот артист балета Он весь В таком В стрессе Перед тем Как выйти на сцену Волнение Переживание И вот представьте В этом промежутке Когда я смотрел Суставные поверхности Суставы болтаются Он приседает У него Все хрустит И конечно Он выбегает На сцену И часто Происходит Травматизация Потому что Все вот эти прыжки Они все На сухих Суставных Поверхностей И достаточно Выдавить Застоявшуюся желчь Как другой Вариант Травм нет И человек Испытывает Наслаждение Действительно Тем искусством Которое он показывает Когда на него Смотрят люди Он может Выполнить Такие Технические действия Которые раньше Не выполнял А если это спорт То в спорте Ребята Или девочки И мальчики Взрослые Мужчины И женщины Пожалуйста Ухаживайте За своей печенкой Делайте профилактику Не перегружайте Ее алкоголем Ни в коем случае Исключите Ее курение Сигареты И тогда Жизнь идет Ну скажем так Намного интересней И приятней Подписывайтесь На наш канал И ссылку На наш курс Вы найдете В описании Ну и до встречи Друзья В эфире Нашего канала Здоровья вам Счастья Ну и естественно Успехов Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому